Добрый день, уважаемые зрители канала Умноход. С вами я, Ирина Витальевна Стефановская. И мы начинаем наше вещание. Сегодня решили посвятить ответам на вопросы. На самом деле вопросов очень много накопилось. И решили все-таки отвечать вам вот так, можно сказать, вживую. И так мы начинаем. Вот первый вопрос. Помогает ли Ива при синдроме раздраженного кишечника? Вот такой вопрос. Но опять-таки, смотря чем раздражен кишечник, причин может быть несколько. И питание может быть неправильно вызвать раздражение слизистой кишечника. И гельминты могут вызвать раздражение слизистой. Караивы, она, возможно, поможет. Но если, допустим, раздраженный кишечник, и при этом у вас, допустим, поносы. Вот в этом случае можно делать настой. Я рецепты давала. Вы читайте. Ну, я вижу, что вы начитались. Караивы. Там все рецепты проверены. Поэтому строго смотрите, как это исполнять нужно. И делайте, как написано в прописи. Это первое. Караивы, кстати, вот сегодня буквально тоже пришел вопрос. А можно ли делать из корыивы кремы и мази? Ну, вы знаете, я все-таки еще раз себя перепроверила. Я посмотрела те книги, которые выпускались еще в наше советское время. В основном фитотерапия сильная была у болгар. Вот. И там везде рекомендуется только, значит, караива в виде порошка. Если у человека, не дай бог, уже гангрена или гнойные поражения уже какие-то, некроз, делался порошок и присыпочки делались. Вот это первое. Кремы никакие не использовались, если вот такие вот изменения уже идут. И делались, опять-таки, отвары, которые принимались внутрь. И все. Никаких кремов, мази здесь не было. Если при варикозном расширении ног, вен, ноги болят, тогда можно делать ножные ванночки. Об этом мы уже тоже подробно разбирали все. Но ванночки не должны быть горячими, они должны быть теплыми. Далее, если вот много походили, ноги устали, независимо, там есть варикозное расширение, нет, можно делать ванночки. Опять-таки, ну, не горячие. Дальше был вопрос следующего характера. В какое время лучше делать заготовки ивы? Ну, конечно, лучше использовать кору ивы во время цветения, то есть весной, ранней весной. Это наиболее, она такая, как говорят, сильная. Но использовать ветки можно в любое время года. И зимой, и летом, и весной, и осенью. И я вам именно рассказывала про веточки. Не нужно вам заготавливать, извините, вы не дрова заготавливаете на зиму. Печку топить или еще что-то. Вам нужно всего, ну, от силы маленький такой вот, ну, не знаю, венечек, несколько прутиков, которые можно подсушить, кору ножичком снять, и потом превратить сушеное сырье в порошок. Вот и все. Не нужно заготавливать, прямо огромные запасы делать. Зачем? Я помню, когда я еще училась в начале, в нулевых, на фетотерапии в Москве, Владимир Федорович Корсен, он человек такой добрый, ему пришла откуда-то с Алтая огромная посылка коры ивы, я помню. Не одна коробка. Он говорит, о, кора ивы, давай вот она, собирай ее. И эта кора ивы у меня простояла несколько лет, и потом я ее просто раздавала и так далее. То есть не нужно делать никаких больших запасов. Тем более женщина пишет, или мужчина, я даже не знаю, кто там пишет, как делать кремы и делать вот это, если у нас это ивы везде полно. Это что значит? То, что у вас под руками, это нужно все заготавливать и использовать, совершенно не обязательно. Мы про кору ивы говорили именно тогда, когда начиналось вот 19-й год, известное время, когда была такая ситуация, что людям нужны были какие-то советы для того, чтобы тромбы не образовывались, да, и так далее. И вот этот рецепт был написан именно в тот период времени. Это не значит, что все это время нужно использовать эту кору. Нет, все делается по факту. И действительно, травы, это те же таблетки, и к ним нужно относиться очень и очень осторожно. Пропили маленький курс, все, делаем перерыв. Или вообще исключаем, может быть, больше и не надо вам. То есть не нужно использовать это вот так вот бесконтрольно, как будто вы компоты пьете или чаи гоняете. Вот. Это все-таки лекарство, поэтому будьте осторожны. Женщина, которая смотрит наш канал, ну, как бы все принимает, а ей все только хуже, хуже и хуже. И мы разбираем рецепты, вот то, что она нам написала. Оказывается, я еще дальше прочитала, что она и до нас принимала, и стоп-паразит, и какая-то девятка, и что только она не принимала, и черный тмина, о котором мы вообще не писали. То есть это я к чему говорю? Что понятно, что люди прыгают по разным, там, я не знаю, в интернете разные каналы ищут, что-то для себя находят, и начинают бессистемно все вот это в одну кучу складывать и принимать. Женщина принимала все, овес, лимон из чесноком, лимон из хреном обтиралась, лимоном. Действительно ли можно изгнать паразитов? Я очень надеюсь, я уже начала все эти процедуры. Еще и апельсины ем, слабосильные, но держусь, ничего не находит. И МРТ головы, и КТ грудной клетки, и УЗИ, и анализы крови на паразитов. Все хорошо, в спине шевеление, в левой почке, в голове ползание, в глазах как туман, плюс тоже было шевеление, но сейчас получше. Только пелена в глазах еще есть. Чешусь катушкой Мишина, это вообще не знаю, что за катушка Мишина. Хорошо к почкам прикладываю, скоро получу прибор с малого режима начну. Вот дела тяжкие, но рассчитываю на ваши рецепты, они просто оптимистичные. Чего я только не пила. Трочатку, она плохо повлияла на меня. Просто два дня не ела, и давление критическое было. Девятка, стоп, паразит, и масло черного тмина, и семена черного тмина не работают. Спасибо вам, буду рада ответу. В Кемерово некому просто обратиться с анализами. Ходила в частные клиники, и все как попало. Лишь бы деньги. Я так уже устала биться, спасибо вам. За что человек бьется все-таки, я так и не поняла. То есть человека у этой женщины ничего не нашли. Анализы, может, действительно хорошие, но, как говорится, начитавшись много чего, человек все стал на себе применять. Если у вас нет симптомов, зачем вы это делаете? Вот мне хочется вот это вот все спросить. Зачем делать, если все нормально? Вы пишете про личинки. Ползают там где-то. Они не ползают, на то они и паразиты. Они сидят тихо, если личинка где-то и застряла, она там и проведет свою жизнь. Ей не выйти. Все, она там и погибнет, или будет жить, и так далее. Но никто не ползает. Передвигаться личинки могут просто микроскопические на самом деле. Есть там еще что-то. Но я хочу сказать, что вы слишком большое внимание этому уделяете. Дальше женщина задает вопрос, а можно ли есть мясо? Я бы, знаете, что вам посоветовала? Я бы посоветовала вообще все сейчас отменить. Отменить. Сделать перерыв. Я вижу, что вы очень много поработали над собой. Видимо, сделаете какие-то выводы. Вам просто нужно отрегулировать питание. Что бы я посоветовала вот в отношении питания? Ну, во-первых, нужно вновь обрести силы, которых сейчас у вас нет. Значит, первое. Нужен нормальный завтрак. Сейчас уже время такое прохладное. Осень приближается. Скоро будет и зима. И поэтому вот в эти времена года на завтрак обязательно нужна теплая еда. Все апельсины на завтрак, соки отменяем. Апельсины, они являются охлаждающим продуктом для организма человека. И соки эти хорошо принимают в сильную жару. И если вы в Индии еще находитесь, там вот это, наверное, очень хорошо помогает. Но у нас в России это не тот вариант. Другое дело, апельсины можно принимать, когда, допустим, у человека сильная мокрота. И там необходимость уже что-то такое кисленькое попринимать. Это второе. Дальше. На завтрак лично вам я советую каши. Каши можно варить не густые, а жидкие. И с добавлением немножко молока и сливочного масла для того, чтобы обрести силу. Чтобы положить теплый пищевой комок в желудок, чтобы организм начал вспоминать вообще, зачем он здесь. Поэтому завтрак теплый, просто обязательный должен быть у вас. Дальше. Когда холодно, пьем теплый чай на завтрак. Можно съесть булочку. Можно кофе с молоком пить. Это все только на пользу пойдет. В обед то же самое. Обед должен быть. Обед обязательно должен быть. И опять-таки сюда можно включать любой суп, который вам нравится. Можно борщ. Можно просто супчик такой легкий с фрикадельками, с курочкой и так далее. Можно делать легкое пюре, если у вас раздраженный кишечник. Делать себе пюре. Можно использовать. Вот вы пишете, что у вас много овощей своих. Значит, кабачки можно тушить. Тыкву можно очень вкусно готовить. Тыкву вот этим летом у нас тоже тыква. Выросла большая. Мы ее использовали. Очень вкусное блюдо получается. Поэтому ищите рецепты. Заготавливайте себе. Может быть, вы цукаты какие-то сделаете из того, что вы собрали. И так далее. Поэтому самое главное сейчас переключиться на что-то другое. Перестаньте биться. Вы не знаете, за что вы бьетесь. Просто вот я устала биться. За что вы бьетесь? Вам нужно себя восстановить. И это не первый случай на нашем канале. Вот было еще два случая, когда мне писали, что люди в безвыходном каком-то положении, не знают, куда двигаться. Вот им все кажется, то, то, пятое, десятое. На самом деле, когда мы все это разобрали, отменили многие процедуры, которые люди сами себе придумали. Их не надо делать. Это рецепты для тех, у кого точно установлен диагноз, вот такой-то вид найден. А вот так битва по воробьям, это просто глупо. Но раз мы уже говорим о том, что вот лимоны, меня спросили, а лимоны с чесноком, лимоны с хреном, обтирание лимонов, это все для изгнания паразитов. Я хочу сказать одно, что вот эти рецепты, они накапливались годами. И не один год. Я стала их собирать и наблюдать еще с середины 90-х годов. Поэтому это проверено, и ничего нового сюда не вносится, но все нужно сделать правильно. Во-первых, лимоны с чесноком. Для кого они предназначались? Это средство, которое помогает при острицах. Вот если, извините, в попе чешется у вас, да, и вы заподозрили, что у вас энтеробиоз или острицы, вот тогда курс один можно провести. Не нужно его бесконечно проводить. Как я поняла, вы уже не один месяц это проводите. Этого делать не надо. Далее, лимоны с хреном. Этот рецепт тоже был найден в 90-х годах у известной нашей целительницы. Он был опубликован. И лимоны с хреном. И потом уже с медом мы стали добавлять. Это что средство при уплотнении в груди. То есть при мастопатии. И действительно включали, ну, в обычное там, если человек или чем-то чем-то, то в питание вводилось вот это, лимоны с хреном. Уже потом, позже, через 20 лет, стали говорить, что лимон, что хрен обладает противораковым свойством. Там есть вещество, которое убивает раковые клетки. Вот с этой целью принимался лимон с хреном. И результаты были неплохие у многих. Ну, и сейчас кто все делает правильно, без наскоков и без надрывов. Дальше вы спрашиваете, а можно ли есть мясо? Можно и нужно есть мясо. Можно вводить и курицу, и индейку. Только все нужно хорошо готовить. Единственное, что нельзя, это мясо копченое вам нельзя, да? Вам нельзя шашлыки есть. Это нужно учесть, да. И рыба должна быть хорошо обработана. Не надо есть суши. Я об этом все время говорю. Нельзя есть полусырую рыбу, какую-то быстрого приготовления. Хорошо прожаренную, хорошо проваренную. И постепенно войти в тот режим, в тот режим, при котором у вас был вес, в котором вы себя, может, и неплохо чувствовали. Поэтому никаких голодовок не устраивайте себе, никаких мощных вот этих вот очисток не надо, потому что вы свой организм просто разбалансировали. А сейчас нам другая задача стоит, опять все сбалансировать. И тогда все будет хорошо. Смотрите наш канал, слушайте рецепты, которые вам подходят. Применяйте их. Будьте здоровы, пишите, задавайте вопросы. И я вам отвечу. Спасибо огромное за внимание. Продолжение следует...